Итак, друзья мои, нас с вами ждёт новый дневник разработчиков Хоя 4. И благодаря усилиям одноимённого русскоязычного сообщества, перевода дневников в Хояки теперь доступны и в Steam. А перед началом видео хочу поблагодарить товарищей, которые поддержали этот канал рублём. Ну а сегодня у нас с вами на очереди Норвегия. И здесь нам с вами не хватает только Йотунхейма да Рагнарёка. То, что показали пароходы, действительно интригует. К примеру, вот так выглядит одна из политических веток фокусов. Однако их большая часть сосредоточена на постройке гражданской промышленности и улучшении политической ситуации. При этом практически полностью игнорируется создание армии. Таким образом, изначально мы будем скованы по рукам и ногам. Если мы хотим и дальше двигаться по историческому пути, нам придётся завершить фокус политика разоружения, который закроет большую часть военных фокусов, но откроет доступ к центральной системе решений исторической Норвегии. Таким образом, парадоксы хотят, чтобы мы с вами отдельно улучшали каждый регион, улучшая различные гражданские бонусы, как, например, скорость строительства, но при этом получая военные дебафы. Но не стоит беспокоиться. Как только начнётся война и Германия вторнется на нашей земле, мы сможем преобразовать эти бонусы в военные. Что-то мне подсказывает, что в этом случае от нас потребуется грамотный менеджмент ресурсов и политвласти. При всём при этом, если нам придётся тратить конвои, то нам придётся отказаться от подлода. Это, в свою очередь, сломает первую линию обороны при вторжении противника. В общем-то, здесь есть о чём поразмыслить, и мне кажется, что для Германии вторжение в Норвегию теперь не будет казаться столь бесполезным. К тому же интересно, будут ли сохраняться данные бонусы в том случае, если Рейх оккупирует территорию. А то пока складывается такое ощущение, что при захвате Норвегии Рейх может стать достаточно имбалансной страной. Если в реалиях Хойки, конечно же, уместно говорить об этом самом балансе. И здесь, конечно же, очень сильно напрашивается полная переработка Германии и Японии. А то, как бы, одна единственная ачивка за создание пивной империи в Германии как-то не очень-то радует. Давайте представим, что мы с вами играем на режиме Айронмен, отвлекаемся на постройку фабрик, тостеров и реорганизацию флота, и вдруг понимаем, что совершенно не готовы к тому, что сейчас произойдет. Это случилось с норвежским правительством в 1940-м и может случиться с нами. Мы же, конечно, можем попытаться спасти эту страну, а можем и отправиться в изгнание. В этом случае у нас будет два варианта развития событий. Итак, разработчики предлагают нам завершить потасовку Возла и глянуть на фашистскую ветку. На самом деле, это не самый стабильный вариант, и можно быть гораздо лучше подготовленным и потенциально владеть большим количеством регионов, а не только Осло-фьордом. Но для этого придется пойти по абсолютно другим фокусам. Так вот, разработчики вносят своеобразную интригу. Если игрок сразу станет фашистом или отстранит переворот, он может в любой момент завершить семидневный фокус и начать играть за фашистов. Он автоматически выполнится, если мы сменим сторон. Он также добавит национальный дух, оспариваемое лидерство, чтобы отобразить, что новый лидер Норвегии, хоть и был любимцем Гитлера и внутреннего круга нацистов, но он не должен был быть правителем Норвегии. Он просто пешка и своеобразная разменная монета. Однако это не проблема, ведь совсем скоро нам придется сделать выбор, пойти в альтернативную историю и оставив его власти, или продолжить по историческому пути и избавиться от него, заменив на Йозефа Тербовена, немецкого рейхскомиссара. Разница между этими двумя личностями только в том, что путь Квислинга стремится к большей независимости, но ему не хватает промки и воинки, которые есть на пути у второго кандидата. Впрочем, будет и другой шанс вернуть его обратно, как и произошло в реальности. Но вы также сможете выбрать соперника Квислинга Юнаса Ли, который сделает Норвегию более близкой к Германии. Квислинг подражал Рейху, но не хотел быть немецкой марионеткой. Многие называли его Человеком Германии, и уж он-то точно не имел ничего против того, чтобы стать марионеткой Рейха. Я думаю, что Квислинг может показаться для многих одним из самых интересных вариантов, однако у него ужасный модификатор на стабильность, который в будущем будет лишь регрессировать, добавляя все более и более отвратные бонусы. Как говорится, Шаза прогрессирует. Зато у нас есть войска, дракары и претензии наших предков. Казалось бы, этого мало, однако у страны есть достаточно неплохо проработанная ветка военных и промышленных фокусов. Однако стоит помнить, что играя за независимую Норвегию, мы рано или поздно попадем по фокусу под названием «Сломанная пушка», которая перекроет возможность исследования довольно большого количества фокусов. И да, наверное, я скажу третий раз, но парадоксы, где хотя бы маленький фокус по производству тяжелой воды? Я надеюсь, что хоть у союзников будет соответствующая операция. Пожалуйста, добавляя фокуса Минора, как-то связывайте ее в жизнь с мажорами. Хотелось бы какого-то большего взаимодействия с миром и таких ивентов, которые влияли бы на судьбу Британии, Франции, Германии и России. Однако вот за что разработчиков можно похвалить, так за всякие локальные штуки по типу рассказа об истории первого и для нашего периода единственного норвежского танка, что будет отражено в соответствующем фокусе. Нам даже уникальную 3D-модель завезли, на это, согласитесь, приятно. После получения тунчеза этот красавец может прокатиться по всему королевству, по всем 11 новым областям. Итак, друзья, у нас с вами есть дневники по Швеции, Финляндии и Норвегии. Интересно знать ваше мнение, какой дневник все-таки самый интересный? Мне кажется, что последний. Наконец-то у нас появится уникальная возможность взять в руки простой скандинавский топор и отправиться рубить хардкор где-то в соседние английские деревни. Кстати говоря, хочу напомнить вам о том, что моя фиолетовая площадка на ТТВ все еще жива, и мы планируем 2-3 раза в неделю проводить стримы. Там, кстати, новая Final Fantasy 16 вышла, да и еще мы немного стримим Рагнарёк. Не Assassin's Creed, а God of War, если что. Поэтому после просмотра этого видео можете часиков так 8-9 по МСК залететь на Твич и посмотреть стримчик. Ссылочки, как обычно, будут в описании, ну а я по традиции всех обнял, до новых встреч, пока, ребята.